приветствую вас во второй части мы уже заканчиваем вязать кокетку и приступаем к обвязыванию планочек то есть к вязанию наших петелечек так как я сторонник цельного вязания то я буду начинать ровно там же где закончила то есть я не буду обрезать ниточку прикреплять новую и теперь смотрите у нас на боковых частях там где завершение и начало было рядочком наших вязаных вот такие вот дырочки если вы вывернете к себе вязание повернете удобной стороной то вы это хорошо увидите что мы будем делать нам нужно сейчас сделать цельное вязание поэтому мы сейчас вот это место обвяжем столбиками без накида либо если вам удобно можете обвязать полустолбиком здесь уже как говорится как вам подсказывает ваша фантазия вот можно в принципе полустолбиками давайте попробуем обвязать полустолбиками пожалуй в общем берем делаем одну воздушную петлю подъемом и у нас имеется столбик с одним накидом либо воздушные петли две подъема которые заменяют столбик с накидом поэтому мы будем сюда вязать два полустолбика с накидом а вот соединение скажем ряда где у нас воздушная петля мы будем вязать полустолбик то есть смотрите что мы делаем мы вяжем два полустолбика вот это вот эту дырочку там где столбик с накидом поэтому делаем накид захватываем под вот эту вот дужку и сквозь все три петли на крючке продеваем рабочую ниточку первый раз далее делаем накид снова ныряем в дырочку на крючке три петли и делаем общую вершину то есть вот такими полустолбиками мы будем вязать до конца делаем накид и вот он наш стык там где воздушная петля наша мы ныряем в неё и делаем полустолбик снова вот она у нас три воздушные петли замещающие нам столбик мы делаем накид ныряем сюда и делаем сюда полустолбик раз и второй раз накид и сквозь три петли второй раз то есть вот такими вот полустолбиками будем обвязывать теперь смотрите бывают такие моменты когда при обвязывании у вас слишком топорщица так вот прям сгибается кажется очень очень много тесно такие плотно связанные столбики поэтому если и слишком много у вас то вы вяжете порежет то есть допустим где у вас петли подъема можете по полу столбик один взять там где столбик значит два полустолбика ну то есть вы уже смотрите как для себя чередуя чтобы у вас не допорчилось вязания бывает такое что мало то есть у вас как пистел то получается некрасиво то там добавляете допустим можете взять там где столбики с накида можете вязать даже по 3 полустолбика то есть опять же смотрите по своему усмотрению не забывайте делать накиды для полустолбиков и обязательно провязывайте полустолбики там где у вас соединение идет ряда там где воздушная петля почему потому что если вы будете вязать только вот эти вот боковые стеночки то у вас будет как-то как отдельное вязание а вот эти стеночки которые идут соединение вот где воздушные петельки у вас конца ряда то будет такое сдельное у вас вязание которое так плавно соединяющие я бы сказала и так продолжаем обвязывать полустолбиками до самого самого конца то есть вот это полностью нам нужно до конца вот этого вот уголочка обвязать полустолбиками либо столбиками без накида как вам проще будет обвязывать и вот так вот продолжаем дальше то есть опять же не забывайте чтобы у вас не топырщилась не было слишком затянуто смотрите провязали немножечко посмотрели стянулась или сморщилась растопырилась в общем как это на русском языке сказать в общем у вас должно все быть отлично и сторона должна быть не длиннее не короче чем было то есть вот смотрите в принципе я считаю что у меня сейчас не топорщится и не мало поэтому продолжаю я вязать точно так же как я вязала у меня два полустолбика и там где воздушные петли замещающие столбик и там где столбик с одним накидом по 2 полустолбика у меня и там и там а там где соединение ряда я вяжу тоже полустолбик 1 и вот так вот продолжая вязать до самого уголочка там где у нас столбик с накидом в начале я провяжу сюда также два полустолбика с накидом и в самый уголок вот сюда верхушечку я вяжу также полустолбик с накидом то есть смотрите что у нас получается вот такая вот обязанная сторона у нас получается она немного кажется неровной это абсолютно ничего страшного потому что в принципе здесь у вас вот такие дырочки поэтому идеально ровно здесь в принципе пожалуй и невозможно даже те кто вяжет очень давно я думаю что с этим тяжело ставить и теперь смотрите поле это у нас планочка то на ней нужны петельки для пугович и если вы сложите вот эти стыковые стороны и допустим хотите петельки делать с правой стороны я буду делать с правой стороны сразу же сейчас на этой стороне которую мы вяжем если вы хотите с другой стороны то соответственно аналогично этой стране делайте вторую сторону с петельками то есть как мы сейчас будем одну сторону так вы будете делать вторую сторону вот я хочу на правой стороне поэтому я уже во втором ряду начинаю буду делать петельки для пуговичек делаю одну воздушную петлю и поворачивая вязание теперь мне нужно определиться сколько у меня будет пуговичек я допустим хочу 3 пуговички это такой стандарт который принципе меня устраивает и допустим мне кажется что 2 пожалуй мало а с другой стороны если у вас 2 побольше то в принципе можно и 2 побольше в общем хотите можете 4 маленькие и средние 2 большие в общем определяетесь размером пуговицы и мы начинаем вязать количество петель и которая нам нужно для примера я вам могу показать пару вариантов которые вы можете использовать смотрите если вы хотите побольше пуговички то соответственно вы распределяете пуговички побольше либо их может быть всего 2 либо 3 то есть те которые побольше этот вариант мне нравится так как у меня платьюшка для девочки скажем так не очень маленькой поэтому мне нравится пуговички побольше которые не вытянут по ходу носки сильно петли вот можно вариант поменьше пуговички использовать то есть смотрите вы либо вот так вот 3 распределяете либо более густо насаживайте это 4 то есть вы определяетесь какие по размеру вы хотите пуговички побольше либо поменьше и их не количество на планочку то то которая у нас имеется в наличии вот если это маленькая платежка соответственно там будет меньше петелек если побольше то побольше петелек либо побольше скажем так наши петельки будут по размеру вот делали воздушную петлю подъема и теперь нам нужно полустолбики связать до конца ряда делая петли либо столбики без накида то есть как вам удобно я буду наверное вязать столбики без накида мне сейчас будет проще ими сделать петель и так я нахожу первую петлю и вяжу столбик без накида и уже начиная с 1 2 петельки провязывая столбики без накида я хочу сделать вот здесь самом уголочке первую свою петельку то есть свою пуговичку я хочу насадить на самый самый верх вот так затем у меня будет 2 посерединке и 3 где-то в конце ее можно будет даже порой не всегда расстегивать если будет хорошо и удобно ребенку одевать через голову и так делаем два столбика без накида либо один столбик если вам хочется прям самой самой макушке и затем делаем 3 воздушные петли 1 2 3 пропускаем 3 петли 4 вводим крючок и делаем столбик без накида то есть вот такая вот петелька у меня получилось я для того чтобы проверить могу в принципе сейчас эту петельку вот так вот пуговичку пустить она должна плотненько проходить то есть смотрите берете свою пуговичку и допустим если у вас 3 петли воздушные это много то есть 3 петли и 3 петли пропущенные это большая петля делаете две петли одну петлю то есть соответственно сколько вы делаете воздушных петель и столько петель вы пропускаете снизу и соединяете в следующую петлю после просчитанных вами набранных воздушных петель то есть если 2 то через 2 3 уводите крючок если через одну то через одну водите крючок во вторую петлю то есть все зависит от размера и диаметра вашей пуговички и петли которую вы хотите для нее сделать лучше всего делать поменьше петлю чем пуговичка для того чтобы потом в ходе носки не слишком растянутая была петля далее снова надеваем крючок и допустим вот она серединка у меня хотите можете просчитать общее количество петелек но я так буду делать на глаз вот я хочу здесь вторую пуговичку я вяжу до этого момента столбики без накида обратите внимание столбики без накида я вяжу как бы за заднюю стеночку то есть смотрите у меня получается полустолбики это две стороны вот так вот две косички рядом вот я вижу за заднюю косичку за две стеночки то есть как бы за заднюю петлю передней косички и вот так вот за обе стеночки второй косички вяжу я столбики без накида до момента где хочу сделать вторую петельку вот еще пожалуй два столбика делаю далее я вяжу 3 воздушные петли как в прошлый раз 1 2 3 пропускаю 3 воздушные петли снизу или три столбика и в четвертый ввожу крючок делаю столбик без накида и продолжаю дальше вязать столбики без накида до последней третьей петли то есть там где вы себе наметили или глазом или маркерами или ну в общем я думаю что многие женщины по-своему каждая рассуждают поэтому кто-то делает на глаз кто-то делает точные расчеты вот я как раз таки из тех кто редко делает расчеты а вяжет в основном на глаз можете приблизительное количество столбиков без накида отсчитывать в общем вот она первая петля вот она вторая петля и последняя третья петля делаю 3 воздушные петли пропускаю три столбика снизу в четвертый ввожу крючок и закрепляю столбиком без накида последнюю петлю довязываю до конца ряда у меня остается тут три столбика с четвертым то тем которым я закрепила вот она у нас что получается и я сейчас возьму вот так вот со второй можно так со второй сказать стеночкой со второй половиночка я пожалуй сейчас могу соединить а можно в принципе и не соединять сейчас а потом уже связав вторую планочку можно соединить то есть как вам удобно хотите можете сразу соединить чтобы планочки уже были у вас одна на другой или можно потом по ходу завязывания в круг в принципе здесь разница не сыграет можно связать отдельно планочки затем сделать в общем сшивать вот теперь делаем воздушную петлю подъема довязав до самого уголка столбики без накида поворачиваем наши вязание и снова каждый столбик предыдущего ряда вяжем столбик без накида в этом ряду то есть полностью обвязываем столбиками без накида а там где у нас три воздушные петли я делала или у вас это 2 или 4 делаем такое же количество столбиков сколько петель и просто под можно так сказать под арочку то есть просто как вы делаете обязывание хотите в принципе можете вязать каждую петельку столбик без накида то есть именно в петлю хотите можете просто как парочку обвязываем таким количеством столбиков сколько у вас связано было в прошлом ряду ничего не прибавляя никуда не девая не считаете что лишнее вот а просто там где у вас воздушные петли обвязываем столбиками без накида таким же количеством у меня их было три поэтому я подарочка вяжу три столбика без накида и продолжаем следующий столбик вязать столбик без накида до самого-самого конца то есть вот так вот я просто обвязываю столбики без накида предыдущего ряда в этом ряду таким образом смотрите что у нас получается у нас получается петельки обвязанные красивые аккуратненькие вот так вот из трех рядочков мы сделали такие замечательные три петельки на планочки и сейчас вы можете уже имея все три планочки вот так вот померить чтобы у вас в каждую планочку вдевалась пуговичка если вы застегниваете получается вот такие вот пуговички хотите можете поменьше то есть это уже дело вкуса как вам больше нравится единственное что петельки смотрите чтобы не были большие чтобы пуговичка у вас не расстегивалась ходе носки вот так выглядит наша планочка с петельками для пуговичек и я довязала столбики без накида до самого-самого уголка вот она у нас ниточка та которая была при наборе цепочки из воздушных петелек вначале на горлышко сейчас есть два варианта можно сейчас эту ниточку просто вот закрепить воздушной петлей и спрятать иголочкой помеж вязание вот так получится у вас планочка с одной стороны затем закрепить с другой стороны и связать туда-обратно то есть в принципе такой вариант очень хорош можно для того чтобы делать меньше соединений обвязать столбиками без накида до следующей планочки но мне этот вариант тоже не нравится потому что если мы начнем обвязывание сверху то нам его нужно как бы фактически сверху и закончить то есть тремя рядочками обвязываем поэтому мне это не слишком подходит я хочу потом чтобы не связывать опять краешек ниточки у меня не был снизу поэтому я пожалуй сейчас отрежу ниточку присоединю ее снизу и буду вязать туда обратно вот ну в принципе если логично то мы дойдем сюда столбиками без накида спустимся вниз первый ряд затем вверх второй ряд и вниз третий ряд можно обязать столбиками без накида то есть здесь уже как вам подсказывает ваша фантазия вот пожалуй мне вариант наверное обвязывание столбиками без накида сверху нравится больше чем привязывание ниточек поэтому я сейчас пожалуй провяжу столбики без накида и по ходу я обвязывание вот эту ниточку которая у нас была при наборе точно также вяжу спрячу мы делаем в ту же петельку в уголочек столбик без накида еще один и затем продолжаем обвязывать столбиками без накида вот так вот по всему всему периметру который у нас имеется то есть смотрите вот я беру цепочку из воздушных петель при наборе которая у нас была начинаю в каждую из петелек вязать по столбику без накида при этом я захватываю не только верхнюю петельку а и нижнюю то есть здесь вот если вы обратите внимание две петельки и вот я под самую нижнюю захватываю для того чтобы не было никаких дырочек и отверстий то есть вот так вот я вяжу в каждую петельку столбик без накида можно было бы в идеале обязать каким-то супер пуперским вариантом или даже тем же рачьим шагом но так как рачий шаг у нас идет назад а мне нужно пробраться вперед то я делаю столбики без накида можно было в идеале опять же обвязать ту планочку затем прийти рачьим шагом на эту планочку опять же это все зависит от вашей фантазии и как вы хотите чтобы было в итоге я вам показываю самый такой простой вариант который в принципе я думаю очень очень легкие выполнений а вы уже для тех кто знает как вязать и как лучше что чего то соответственно делайте на свое усмотрение мне в принципе столбики без накида очень даже нравится при этом не будет слишком растянута горловина и не это еще больше нравится то есть вот смотрите наша планочка плавно переходящая в обвязку горловину вот поэтому я буду обвязывать столбиками без накида по всему периметру до того момента где мы подойдем ко второй планочки я обвязала столбиками без накида получилось очень даже симпатично и подошла к уголку второй стороны там где у нас должна быть планочка для пуговичек я делаю воздушную петельку подъема накид и снова у нас вот они воздушные петли и столбики с накидом поэтому мы в каждую из них вяжем по полустолбику с накидом а там где у нас воздушные петли и столбики по два полустолбика с накидом и вот они стыковые наши воздушные петли там где заканчивались ряды мы у них тоже делаем по одному полустолбику там где столбик 2 полустолбика там где стыковые воздушные петли по одному полустолбику и там где 3 воздушные петли подъема тоже по 2 полустолбика с накидом и так я вяжу до конца ряда то есть это мы с вами уже делали на той стороне поэтому я слишком не заостряю никакого своего внимания здесь и продолжаю вязать полустолбики до самого низа этой стороны планочки довязали до конца ряда полустолбиками с накидом при этом вам нужно остановиться на внутреннем уголке то есть вот он наш веерочек и вот где дырочка вам нужно сверху на дырочки остановиться сделали полустолбик последний вот здесь вот воздушную петлю в конце ряда и довязали получается полностью ряд то есть при смещении двух планочек у вас должен быть конец и начало ряда совпадать по длине теперь делаем в конце ряда одну воздушную петельку и поворачиваем вязание на внутреннюю сторону так как у нас это планочка без петелек просто пуговички на ней пришиваются мы вяжем полностью целый ряд столбиками без накида без каких-либо изменений то есть каждую петельку мы вяжем просто по столбику без накида обычному при этом я вяжу за заднюю стенку за обе стеночки задней косички то есть просто чтобы мне было удобно и красиво я вяжу вот так вот за вторую часть вот она петелечка за вторую часть петелечки за две стеночки и при этом у меня не должно ни морщиниться не быть стянута слишком планочка то есть по количеству столбиков приблизительно оно должно совпадать с первой стороной хотите можете по желанию посчитать но опять же я не из тех кто идеально точно всегда равняет то есть я в принципе стараюсь чтобы было ровно аккуратно и красиво но при этом не всегда я до полной педантичности высчитывая сколько чего и что главное чтобы она была очень красиво очень аккуратно вот и совпадала по длине это не тот момент и не тот случай это не рукавчик и не соотношение спинки к переду то есть это просто вот такая вот планочка которая будет потом зашиваться по ходу связывания двух сторон и так смотрите я в уголочек самый самый уголочек связала столбик без накида снова делаю воздушную петлю подъема и поворачиваем на лицевую сторону и опять же в каждую каждую петельку вяжу столбик без накида то есть как и в предыдущем ряду я в этом ряду вяжу в каждую петельку столбик без накида то есть вот так вот туда обратно столбики довязали вторую сторону планочки и теперь если мы сложим вот так вот у нас получается сверху планочка там где у нас петельки а снизу там где будут пришиваться пуговички по ходу обязывания горловины я спрятала вот этот краешек ниточки который у нас был в начальной цепочке из воздушных петель для окружности шеи его можно теперь отрезать если же вы его не спрятали можете теперь в столбиках без накида продеть вот так вот иголочку и эту ниточку в общем сдеть между столбиками и спрятать теперь смотрите у нас получается снизу должна быть та планочка где петельки сверху где пуговички сверху там где петельки и закончили мы вязание как я и хотела снизу то есть для того чтобы вязать без такое скажем так минимально с прикреплениями ниточки вот благодаря тому что мы обвязали горловинку столбиками мы вернулись там где должны продолжать теперь смотрите у вас снизу петелька последняя при вязании столбиков и здесь у вас есть вот такая вот петелька где уголочек вот так то есть если вы посмотрите на планочку у вас это получается первая петелька была полустолбик с накидом при обвязывании планочки вот вы вбиваете мне крючок и вытягиваете эту последнюю петельку сквозь вот эту петлю то есть уголочек правой планочки у вас должен быть совпасть с уголочком верхней планочки вот так вот теперь мы делаем такой вот переход полустолбиками либо можете столбиками без накида либо полустолбиками можете просто соединительными столбиками то есть вот такими полустолбиками без накида перейти сделать шага три-четыре для того чтобы соединить верхнюю и нижнюю планочку то есть для того чтобы нам вот так вот соединить планочку о чем я вам говорила можно было по ходу вязания соединять планку ну то есть можно было когда мы обвязывали а можно и сейчас то есть я это сейчас сделала можно было по ходу мы соединили планочку и теперь мы должны перейти вот этому месту там где мы будем продолжать вязать наши так сказать продолжение нашего расширения спинки поэтому мы сейчас перейдем такими же соединительными столбиками или полустолбиками до момента вот так вот переходить мы будем во внутренние петельки красиво чтобы у нас было все во внутреннюю сторону петельки я вдеваю крючок вот для того чтобы красиво сделать переход и мы дошли вот такими мелкими шажками до первого столбика из шести петелек до арочки то есть сейчас делаем 3 воздушные петли подъема замещающий нам первый столбик делаем накид следующей петли второй столбик накид следующий третий далее четвертый столбик пятый и шестой то есть вот таким образом мы с вами соединили две планочки и перешли на вязание спинки то есть это получается три арочки вот это все спинка наша и мы должны будем по последующих рядах вот здесь вот сделать небольшое убавление для того чтобы у нас как бы соединилось вязание то есть между арочками у нас вот такая воздушная петля то есть здесь у нас по идее должна быть или воздушная петля или 1 столбик то есть как бы переход поэтому в следующем ряду уже который мы начали мы будем здесь делать постепенно убавление для того чтобы аккуратненько сделать уменьшение и менее заметную планочку сзади для пуговичек а перед у нас выглядит довольно таки аккуратненько и горловинка у нас ровно вот такая красивенькая получилось рукавчики обвязаны и нам осталось только соединить круговое вязание наши платьицы связали 6 столбиков с одним накидом делаем накид и арочку вяжем два столбика две воздушные петли два столбика то есть мы пустили по одному столбику ширину за пределы арочки и дальше после нашей арочки вяжем 6 столбиков близ прилежащие с левой стороны предыдущего ряда столбиков с одним накидом то есть 6 столбиков до арочки 6 столбиков после арочки воздушная петля переходим ко второму образцу нашему 1 2 3 4 5 6 связали такую же сторону как в начале из 6 столбиков далее в арочку два столбика две воздушные петли два столбика вяжем снова пустили в наши арочки по столбику каждую сторону в лево и вправо поэтому вяжем серединку два всего и вяжем дальше с левой стороны 1 2 столбик 3 4 5 и 6 связали второй образец арочки а как вы помните у нас спинка состоит из два раза по три арочки поэтому довязываем третью арочку 6 столбиков с правой стороны 1 2 1 2 3 4 5 6 арочка из двух столбиков 2 воздушные петли 2 столбика и с левой стороны третий наш образец арочки из части спинки поэтому довязываем поэтому довязав столбики в арочки продолжаем вязать 6 столбиков с левой стороны от нее первый столбик во второй петлю второй далее третий четвертый четвертый пятый и шестой делаем воздушную петлю и пока я вытягиваю ниточку что у нас получается смотрите спинка состоит из двух раз по три раз по три вот такие вот арочки или образцы или веерочки в общем из трех разных рапортов теперь у нас идут шесть обвязанных рапортов это первый уголок второй уголок третий уголок четвертый пятый и шестой далее у нас идет не обвязанный уголок вот мы пропускаем эти шесть уголков это у нас рукавчик далее подтягиваем ниточку и делая накид находим шестую петельку от веерочка либо вторую снизу и вяжем в нее столбик с накидом следующую петлю второй столбик с накидом и продолжаем вязать наши шесть столбиков до арочки 3 4 5 6 2 столбика 2 воздушные петли 2 столбика в арочку и заканчиваем с левой стороны довязываем этот веерочек до конца шесть столбиков 3 4 5 и 6 воздушная петля переход на следующий узор что мы сделали мы соединили рукавчик самым обычным способом который только возможен мы пропустили шесть обвязанных веерочков или арочек или рапортов 6 пропустили обвязанных и тот который плавно переходящий на перед один из шести рапортов переда мы продолжили обвязывать 6 столбиков до арочки 2 столбика 2 воздушные петли 3 2 столбика в арочку и точно так же 6 за ее пределы воздушная петля и переходим делаем вот так 6 раз то есть обвязываем перед затем снова пропускаем 6 обвязанных рапортов рукавчиком и продолжаем довязываем 3 рапорта спинки то есть пока обвязываем еще пять рапортов переда и затем я вам покажу как мы закончим второй рукавчик довязали до конца 6 веерочек и теперь пропускаем обвязанных 6 веерочков сделали воздушную петлю и пропускаем 1 веерок 2 3 4 5 6 или арочку как вам удобно и теперь в начало отчитываем получается уже на седьмом веерке по счету отчитываем третью петлю и в третью петлю начинаем вязать наши 6 столбиков с одним накидом первый столбик второй третий четвертый пятый и шестой довязали 6 подряд столбиков с накидом до веерочка а веерок продолжаем вязать два столбика две воздушные петли два столбика то есть все привычное довязываем три наших веерочка как перед как и спинку первые три веерочка которые мы с вами вязали в этом ряду и затем будем прятать нашу планочку я связала три части спинки три веерочка теперь не делая воздушную петлю делаем сразу накид после 6 столбиков с накидом и берем нашу планочку делим на три части правый верхний уголок левый верхний уголок и серединка вот берем вводим крючок правый верхний уголок и как можно за большее количество петелек делаем полустолбик снова делаем накид находим серединку вводим крючок в серединку и делаем второй полустолбик то есть у нас два недовязанных столбика с накидом то есть два полустолбика и делаем накид третий уголок получается в верхний во второй уголок но в третий конец ну получается мы на три части поделили планку первый второй сделали и сейчас третий в уголок полустолбик сделали и вот таким вот образом мы соединяем общую вершинку делаем у трех полустолбиков то есть мы соединяем в один столбик все три столбика и делаем соединительную петлю третью петлю подъема воздушные цепочки вот так мы соединили нашу планочку тремя полустолбиками которые вводили в три разные части планочки то есть вот таким вот самым обычным образом мы могли спрятать планку можно конечно постепенно было можно как-то иными способами если вы знаете иной способ пожалуйста применяйте теперь смотрите при вытягиваем немножечко петельку разворачиваем к себе уже получается передней стороной вот он и отделен наш рукавчик проверяем обвязаны шесть веерочков далее с другой стороны шесть веерочков обязательно проверьте перед тем как приступать к следующему ряду проверьте чтобы все было верно и вот они наши шесть веерочков переда шесть веерочков спинки вот он один два три четыре пять шесть спинки планочка между ними и перед шесть теперь берем сантиметр в руки и измеряем и измеряем достаточно ли у нас окружность груди здесь вот в веерочках наших и немножечко вот таким вот дугой я измеряю у меня получается 30 сантиметров полуобхвате то есть получается 60 сантиметров обхват груди вот этого платья но так как она в очень свободном скажем так полете это платье то есть оно такое легкое воздушное то это замечательно что я теперь предлагаю я предлагаю сейчас не делать ряда 3-4 не делать никаких прибавлений то есть сейчас мы будем вязать без изменений шесть рядочков до арочки в арочку два столбика без накида два столбика с накидом две воздушные петли два столбика то есть все то же самое что мы вязали в этом ряду только у нас немножечко подвинется рисунок мы будем двигать столбики без накида ближе к арочке что я имею ввиду смотрите мы отсчитываем от арочки шесть столбиков то есть мы делаем переход через два столбика вперед то есть первый переход я сделала и второй переход теперь смотрите у меня получаются 1 2 3 4 5 и 6 столбик я сейчас в шестом столбике поэтому делаю три воздушные петли подъема в накид и следующую петельку делаю второй столбик с накидом далее 3 столбик с накидом 4 столбик с накидом пятый столбик с накидом и 6 сделала 6 столбиков подряд близ прилежащие петельки к арочке в арочку делаю 2 столбика 2 воздушные петли 2 столбика 2 столбика 2 воздушные петли 2 столбика затем подряд после арочки делаю привычные 6 столбиков 1 столбик 2 столбик 3 4 5 и 6 далее у нас остается 2 столбика я делаю воздушную петлю и снова над каждым столбиком из 6 2 4 6 то есть во вторую петельку как всегда я делаю 6 столбиков с правой стороны от арочки в арочку 2 столбика 2 воздушные петли 2 столбика и 6 близ прилежащие петельки я делаю с левой стороны от арочки то есть 6 столбиков затем в арочку 2 столбика 2 воздушные петли 2 столбика и с левой стороны привычные нам 6 столбиков с предыдущего ряда 1 столбик 2 3 4 5 5 и 6 теперь остается две петли я делаю воздушную петлю снова пропускать две петли не делаю все то же самое что мы делали с вами до этого предыдущем ряду и в этом ряду мы уже начали делать 6 столбиков арочка и после арочки 6 столбиков то есть все то же самое единственное что мы уже не вяжем где рукавчик то есть сейчас я с вами сделаю переход вот этот который у нас не захватывает рукавчик то есть мы связали 6 столбиков вяжем в арочку 2 столбика 2 воздушные петли и 2 столбика теперь с левой стороны довязываем 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 делаем воздушную петлю и пропускаем получается рукавчик у нас уже есть соединение под рукавчиком пропускаем две первые петли третью вяжем снова 6 столбиков до арочки 1 2 3 4 5 6 далее арочка наша привычная то есть все все как обычно переход под руками я думаю вам ясен вы просто переходите как обычно от арочки до арочки воздушной петлей а вот это наша получается подмышка фактическая остается вот такой замечательный то есть все как на мой взгляд очень довольно таки хорошо поэтому мы вяжем этот ряд до конца и мы здесь немножечко еще где у нас планочка схитрим смудруем один раз чтобы сделать еще более плавный переход и затем я думаю вы самостоятельно сможете дальше вязать уже платьишко то есть самую основу мы с вами связали остается очень очень все легкое и простое мы обвязали по кругу все 12 орнаментов наших арочек и теперь дошли до момента планочки то есть мы начинали 3 воздушные петли вот они и вот она наша планочка нам нужно попасть до вот этих 3 воздушных петелек но перед этим довязав 6 столбиков с левого края нашей от нашей арочки мы не делая воздушные петли делаем накид и вот эту петлю основания 3 столбиков вот здесь вот 3 полустолбиков или столбика 3 с общей вершиной вершинку вот этого столбика то есть ровно посерединке делаем столбик с одним накидом и соединительную петлю третью петельку подъема вот этой воздушной цепочки хорошо подтягиваем столбик и вот такой получился у нас переход то есть по идее у нашли здесь по бокам дырочки так мы и завершили двумя дырочками соединение и вот этот столбик с накидом замещает нам воздушную петельку между орнаментами то есть как бы мы вот таким образом сделали хороший стык вот так и нам теперь планочка не мешает для узорчика просто вяжем по кругу не отрывая при этом делая 3 воздушные петли подъема каждый раз и при этом делаем третью петлю подъема воздушную соединительный столбик но при этом для удобства нам нужно будет делать в рядах тех которые без изменения вяжутся 2 соединительных столбика для того чтобы перейти нужный нам столбик ну то есть нужную нам петельку смотрите мы отсчитаем 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 то есть нам нужно дойти двумя соединительными столбиками 1 2 все теперь 3 воздушные петли и поехали дальше обязываем этот ряд как и предыдущий 6 столбиков и в арочку 2 2 столбика 2 воздушные петли 2 столбика довязали ряд до конца сделали соединительный столбик в третью петлю подъема и 2 соединительных столбика для перехода в 6 крайний столбик с накидом теперь делаем 3 воздушные петли подъема и до арочки вяжем привычные нам 6 столбиков с накидом то есть которые мы с вами вязали предыдущих ядах и так столбик нам заменили 3 воздушные петли подъема и дальше вяжем еще 5 столбиков с накидом дошли до арочки и вот как раз таки в арочке если вы помните мы делали расширение поэтому в арочку вяжем 3 столбика 2 воздушные петли 3 столбика то есть расширение делаем именно в арочке делаем 2 воздушные петли и в эту же арочку возвращаемся делаем еще 3 столбика теперь нам нужно самые крайние петельки связать еще 6 столбиков то есть находим крайнюю петельку и начиная с нее вяжем 6 столбиков левой стороны 1 2 3 4 5 6 и снова остается до конца арочки два столбика или две петельки вот два столбика связали 6 столбиков с левой стороны затем переходим воздушной петлей на следующую арочку и точно также отсчитываем 2 снизу столбика или 2 петельки вяжем 6 столбиков с накидом и затем снова расширение делаем именно в арочке по 3 столбика 2 воздушные петли и 3 столбика то есть вяжем расширение именно в арочке я думаю что здесь вы провяжете до конца ряда самостоятельно все как и в прошлом ряду только в арочке вяжем 3 столбика 2 воздушные петли и 3 столбика по левую по правую сторону у нас неизменно остается 6 столбиков в этом ряду как и в прошлых связали последнюю арочку и нам нужно дойти до 1 делаем воздушную петлю и третью петлю подъема делаем соединительный столбик затем как всегда нам нужно перебраться на 2 столбика вперед то есть мы берем соединительными столбиками пробираемся через две следующие петельки следующий получается столбик там где мы начинаем уже делать столбики с накидом до арочки если вы посчитаете от арочки у вас должно быть уже 7 столбиков 1 2 3 4 5 6 7 почему 7 потому что у нас была увеличенная арочка из 3 столбиков 2 воздушные петли 3 столбика вместо обычных двух столбиков по краям от воздушных петелек так как у нас увеличенная арочка вязалось то мы должны по столбику раскидать по сторонам то есть вязать уже мы будем не 6 столбиков а 7 делаем 3 воздушные петли подъема замещающий нам первый столбик затем делаем еще шесть столбиков с накидом то есть всего это получается с петлями подъема 7 столбиков и доходим до арочки арочка у нас вяжется обычная то есть два столбика две воздушные петли два столбика так как мы еще раз повторюсь раскидали по сторонам по одному столбику с каждой стороны добавили то есть вот это третий столбик который мы добавили в прошлом ряду увеличенный теперь у нас левой и с правой стороны добавилось по одному столбику к тем шести столбиком с накидом поэтому по сторонам у нас 7 столбиков с одним накидом вот такие увеличенные ряды как предыдущие мы будем вязать наверно через 45 рядочков обычных то есть смотрите мы получается увеличивали по три столбика с каждой стороны между ними две воздушные петли в арочку а обычно это по два столбика вот по три столбика две воздушные петли 3 столбика в арочку мы будем делать через каждые 45 рядочков то есть кто-то хочет делайте в каждом пятом рядочке кто-то хочет каждом шестом то здесь уже зависит от желание вашего насколько вы хотите широкую вот здесь вот грудочку я допустим буду делать наверное в каждом пятом а то и в каждом шестом я не хочу слишком широкой оплате то есть очень чтобы она была широкая поэтому где-то буду делать через 45 рядочком не меньше хотите можете сделать сначала почаще то есть каждом третьем рядочке а затем вязать два в общем череду чередовать два обычных рядочка как мы сейчас сделали и третье вязать увеличенный то есть вы увеличиваете только количество столбиков на один с каждой стороны то есть на два арочки общее количество в каждом третьем либо четвертом либо пятом шестом ряду то есть опять же зависит от желания насколько вы хотите широкая сейчас же пока я вам рекомендую провязать этот ряд просто достав из арочки по столбику то есть по краям вяжите вы 7 столбиков для того чтобы не ошибаться лучше просчитывайте от арочки количество петелек 1 2 3 4 5 6 7 хотите можете снизу если вы уверены что вы четко понимаете где у вас находится третья петелька то есть 1 2 3 вот в эту петлю вам нужно будет начинать вязать седьмой столбик или первый из семи но всегда я рекомендую отчитывать от именно арочки первый столбик 2 3 4 5 6 7 то есть вот он все таки и с этой стороны мы посчитали правильно что он 3 и с этой стороны что он 7 то есть вам нужно будет начинать вот этого столбика опять же дошли до арочки 7 столбиков связали в арочку вяжем 2 столбика стандартные 2 воздушные петли 2 столбика только в увеличенных арочках мы будем вязать по 3 столбика с накидом 2 воздушные петли 3 столбика с одним накидом в обычных же рядах мы будем вязать по 2 столбика 2 воздушные петли и с другой стороны довязывать 2 столбика в арочку вот эти вот по краям столбики у нас будут увеличиваться через каждые 5-6 рядочков то есть зависимости как часто вы будете их увеличивать между арочками неизменно остается 1 воздушная петелька и вот как я вам говорила можете отсчитать снизу третью петлю а можете сверху седьмую 1 2 3 4 5 6 7 и снизу она 3 то есть все правильно это для того чтобы вы не добавили никакой лишний столбик в вязание боковых вот этих вот столбиков то есть сейчас они увеличиваются и очень легко можно будет довязать лишний столбик который потом вам будет искажать немного рисуночек в принципе от одной погрешности ничего страшного но если это будет систематически то будет видно и так парочку вяжем две воздушные петли по бокам по два столбика по краям то есть два столбика две воздушные петли два столбика и вот так вот вяжем рядом вот таких вот как последний наш мы вяжем ряда 3 4 то есть это первый ряд и еще я буду вязать три ряда пятом ряду начиная отсчитывая от этого ряда я буду делать снова прибавление и вязать три столбика в арочку и затем следующем ряду делать прибавление этого третьего столбика с каждой стороны к этим семи столбикам то есть уже получится у нас через четыре ряда по 8 столбиков с каждой стороны а в серединке в арочке как всегда два столбика две воздушные петли два столбика то есть вот так и вот так вот будем увеличивать увеличивать в итоге у нас получится такая замечательная трапеция либо как их называли еще в моем детстве платится колокольчики то есть в принципе чем-то даже похоже на колокольчик но в итоге получится такая замечательная трапеция которая я думаю что подойдет не на один сезон ребеночку платьичка такое она довольно таки как вы уже поняли легкое выполнение и получается очень красивое то есть такое благодаря вытянутым арочкам получается симпатичное такое треугольнички вот эти замечательные мне честно говоря очень нравится как на рукавчиках так и снизу они будут красивенько смотреться вот и продолжаем обвязывать по 7 столбиков и в арочку два столбика две воздушные петли два столбика с левой стороны точно так же повторяем 7 столбиков как и с правой воздушная петля и переходим к следующей арочки я думаю что здесь уже ничего абсолютно тяжелого нет вы уже четко видите по рисуночку который у вас складывается здесь уже в принципе невозможно ошибиться единственное что опять же обращайте внимание на то что вам нужно вязать по 7 столбиков первую петлю от арочки и в третью петлю от вот этой вот воздушной петли то есть отсчитываете первый столбик второй и третий вяжите и конечно же в конце ряда уже когда вы делаете соединительный столбик вот здесь вот в начальный веерочек сейчас я вам покажу вот здесь соединительный столбик не забывайте делать два соединительных столбика для перехода в седьмую петельку то есть она у вас будет при увеличенных рядах перемещаться точно так же на два столбика то есть независимо вы прибавляете или просто ряд вяжите обычным способом то есть там где у вас два столбика две воздушные петли два столбика в арочку но обязательно подымайтесь на две соединительные петельки на два столбика вверх для того чтобы вязать именно в нужную начальную петельку то есть примеру если у вас на боковой стеночке сейчас 7 то вы должны перейти в седьмую петлю если будет потом после увеличения следующего восемь столбиков то вам нужно будет перейти восьмую петельку из которой вы будете вывязывать три столбика ой столбик 3 воздушные петли подъема вот это у вас будет считаться как один из нужного количества столбиков на боковой стеночке вот это вот не забывайте это самые такие основные моменты на которые я заостряю свое внимание и продолжаем вязать вот таким вот способом это довязываем ряд до конца и затем еще три ряда провязав после прибавления 4 или 5 рядочком на ваше усмотрение то есть вы как решили в каждом четвертом пятом или шестом увеличивать снова делаем ряд с увеличениями смотрите очередные делаем переходы два соединительным столбиком 3 воздушные петли подъема и 7 столбиков с накидом до арочки это пока неизменно в арочку мы будем провязывать 3 столбика 2 воздушные петли 3 столбика я решила что буду чередовать в каждом шестом так как каждом пятом четвертом это очень мало и я думаю что слишком такое будет расширение для тех кто любит такую вот разлетаючку а-ля Алла Пугачева то конечно можно делать в районе четвертого допустим ряда прибавления либо пятого я буду делать в каждом шестом и последующих рядах я буду через пять рядов без изменения вязать ну то есть пять рядочков шесть ряд 6 ряд у меня будет три столбика две воздушные петли три столбика то есть до того момента как мы будем прибавлять следующий раз вяжем семь столбиков три столбика в арочку две воздушные петли три столбика значит следующем ряду у нас уже из арочки уйдут по столбику одному в одну сторону и второй в другую сторону то есть у нас уже будет не семь столбиков до арочки а восемь и так сейчас делаем ряд с прибавлениями то есть провязываем в арочку три столбика две воздушные петли три столбика как я уже повторилась неоднократно вот и в следующем ряду мы точно так же делаем переходы соединительными столбиками и вяжем уже семь столбиков с одним накидом и с каждой стороны арочки ну то есть с левой и с правой стороны у нас уже добавится по одному столбику затем я буду вязать пять рядочков начиная со следующего без изменения и в арочку мы будем вязать два столбика две воздушные петли два столбика до следующего прибавления прибавления будем делать точно так же провязывая восемь столбиков затем три столбика две воздушные петли три столбика в арочку и восемь столбиков с одним накидом это уже получается следующее прибавление через пять моих рядочков хотите опять же можете через четыре через три в общем насколько вы хотите расширенное иметь платежка вы уже смотрите поворачиваете к себе передом красивенько разложите и насколько вы хотите вот здесь широкая настолько и делаете расширение то есть если вы решили что вам слишком широко не нужно так как у меня уже здесь где-то сантиметров 30 полуобхвате есть то я решила что слишком слишком такое широко я не очень хочу а вот эти вот благодаря складочкам таким вот у меня получается красивый такой вот обхват в районе груди и в то же время она свободненько то есть не прилегающие вот так мне это нравится честно говоря поэтому я решила делать не слишком широкая а буду вот в каждом шестом ряду добавлять насколько длины которой я хочу принципе такой размерчик я думаю подойдет два-три года смело если вы вяжете совсем такую вот разлетаю чку для малыша то соответственно вы уже смотрите какой длины вы хотите и насколько расширения хотите опять же вы и так в общем поворачиваем делаем ряд с расширениями и так я вам сказала уже как по 3 столбика 2 воздушные петли 3 столбика затем 5 рядочков без изменения уменьшая количество столбиков в арочке и все точно так же продолжаем до нужной длины не забывайте делать прибавления переходы соединительными столбиками и 3 воздушные петли подъема в которые потом в третью будете делать соединительный столбик уже провязав полностью ряд и так закончила я прибавление до 11 столбиков с каждой стороны и плюс наша арочка стандартные два столбика две воздушные петли и два столбика и завершила я полностью полностью юбочку вниз решила шестью рядами беленького цвета все-таки сделала не однотонный как собиралась изначально и последний ряд 6 я завершила 11 столбиков с каждой стороны и в арочку провязала 6 столбиков с накидом то есть если мы обрабатывали рукавчик пятью столбиками в серединку в арочку провязывали том низ у меня получился шестью столбиками 5 оказалось мало 7 я посчитала что очень много и заворачивается поэтому решила выбрать что-то среднее 6 столбиков и в итоге получилось у меня такое же обряд с нами последнего ряда края как и в рукавчике то есть вот такими вот веерочками завершенными без дырочек все наше платье готово я надеюсь что вам все осталось понятно от проймы я сейчас вам скажу точно наверняка сколько я связала от проймы у меня до нижней линии 36 сантиметров то есть вот до последнего веерочка 36 сантиметров вот я надеюсь что все у вас получилось было понятно понравилось обязательно конечно же комментируйте ставьте лайки забывайте отпарить либо просто прогладить или постирать чтобы было красивенько ровненько обязательно подписывайтесь на мой канал хорошего настроения пока пока